Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной новостной блог новостей мира The Isle of Rima. Ну а перед началом нового ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем донатерам нашего канала за вашу финансовую помощь и поддержку. Спасибо, друзья! Ну что же, вышел 24-й деф-блог от команды разработчиков Эврима, а также с нами поделились новым концепт-артом Диабло Цератопса. Сегодня мы это с вами и рассмотрим. Я думаю, что начать нужно сразу же с Диабло Цератопса. Обратите внимание на концепт-арт. Диабло Цератопс. Достаточно крупное животное из семейства Цератопсид. Диабло Цератопс достигал в длину 5,5 метров и весил 2 тонны. В игре представлен коаксильный травоядный, наносящий хорошие и мощные удары по небольшим противникам, дает хороший блит и может долго гонять противника по карте. Вернемся в концепт-арту. Как и говорил ранее, яблик представлен. В будущем, как сильный и опасный травоядный, будет обладать двумя спецатаками. То есть, первое, это скорее всего таран, как у Корнотавра, но с возможностью протыкать тело противника своими рогами на головном панцире. Что весьма, по сути, по мелким динозаврам это будет означать смерть. А вот второму тиру будет сносить сразу половину ХП. Но это пока наши догадки. Второе, это скорее всего защита. Причем от динозавров, которые обладают и будут обладать системой наскока. В данном случае представлена Геррера, которая вонзилась в тело Диабла, но в этот же момент можно будет нажать определенную комбинацию клавиш, с помощью которой мы сможем упасть на бок на землю и просто раздавить противника. Как полагается, динозавров, Держаться от нападок больших и более опасных хищников придется в стаде. Гнездование предпочтительнее будет лучше делать в густом лесном массиве. За ходом создания нового игрового динозавра Диабла Царатопса мы с вами еще будем следить. Если у вас есть какие-либо еще догадки, что-то вы увидели на концепт арте интересное, обязательно пишите это в комментариях. Ну что же, давайте вернемся к разработке. И что рассказали нам разработчики в своем недавнем дев-влоге. Как я и говорил, команда очень много времени потратила на новую систему и обновление 5, гнездование, а также стены. Кумирам игры The Isle of Rima это будет достаточно крупномасштабное обновление. Во-первых, полупление будет работать по-разному для разных гнезд. Если яйца обнажены и находятся на открытом гнезде, то мы сможем увидеть, как наш динозавр полупляется из яйца напрямую. Но для гнезд, которые будут сделаны из мусора, мы не сможем этого увидеть. Но достаточно интересно будет посмотреть, как ваш малыш будет вылезать из кучи мусора. Во-вторых, настроена система кормления птенцов. В отличие от динозавра, у которого не будет работать данная система, которая, по-видимому, сам сможет после рождения принимать пищу, обычным динозаврам придется выпрашивать еду, удерживая клавишу Е. В это время родители могут подойти к нам и нажать клавишу Е, чтобы отрыгнуть часть своей пищи, чтобы обеспечить пищей, водой и питательными веществами. То есть, некоторое количество времени птенцы не смогут просто употреблять пищу с того же гнезда, либо подойти оторвать себе кусочек мяса, либо полакомиться растительностью. А эта система кормления достаточно очень интересная и в то же время тяжелая. В-третьих, это размножение. Ваш рацион и те питательные вещества, которые вы употребляете для диеты. Особенно придется тяжело самочкам. Но вообще, как говорят разработчики, это потребуется от обоих родителей, чтобы в дальнейшем количество и качество яиц полностью зависело от обоих родителей, их рациона и их нутриентов. Как говорил ранее, то, что для хотя бы для малейшего и качественного гнездования понадобится один нутриент. Но разработчик намного все это усложнил и сделал, чтобы самым лучшим гнездованием, успешным, это хотя бы иметь два нутриента у вашего динозавра. Иначе яйца-то вы высадите, да, но они могут просто стать гнилыми. Также полностью настроена система управления температурой гнезда. Интересный факт. Главный программист в последнее время вел работы над разработкой и выпуском новых потов. Кстати, одного мы из них уже знаем, это птеродактиль. А еще скажу больше, что компики также полностью перенастроены. Возможно, теперь они будут также нападать на вас. Но самое интересное это то, что в игру, возможно, с пятым обновлением, будет внесен более страшный искусственный интеллект. Это корнотавр. Конечно же, это все будет полностью тестироваться. Игроки и тестеры будут проверять, как работает этот искусственный интеллект. Кстати говоря, о тестах. Возможно, в скором времени разработчики запустят первый тест-сервер, где, кстати говоря, в числе тестеров занесен и я. То есть, Амарок мне дал приглашение в закрытый Дискорд. И теперь, перед каждым выпуском открытых тестов, либо нового обновления, тех контент-мейкеров, бывших лучших игроков Quality Asurounds будут приглашать на закрытые тесты. Так что, возможно, скоро мы с вами запустим первый стрим. Будем вместе все разбирать различные баги и ошибки и отправлять их в Дискорд разработчикам. Кстати, для тех, у кого есть желание и хоть какой-то опыт, а также стремление помочь разработчикам в дальнейшем развитии игры, ссылочка в описании для подачи заявки вступления в команду Quality Asurounds. Потому что сама команда разработчиков и некоторые тестеры просто не успевают и не успеют найти все баги, провести различные игровые тесты, и все это тогда растянется еще на, не знаю, пару-тройку месяцев. Поэтому, если ты уверен в себе, вот, подача форма милее, и не бойся. Каун дизайн, кстати, тоже притерпел некоторые изменения. Новые вокальные звуки птеродактиля. Также новое звуковое оформление самой природы кисло-спиро. Теперь с изменением дня или ночи, звуковое оформление, то есть все звуки природы будут меняться. Очень много времени разработчики потратили на разработку зданий. В Иврима. Особенности это касается большого порта, который всем известен. Так как это будет самая большая игровая локация для людей в игре. Анимация строительства гнезд, а также анимация строительства нового гнезда, который все мы знаем, гнездо из мусора. То есть это поочередный цикл его строительства. Кроме всего этого, команда усердно работала над тестированием предстоящего гнездования, а также кастомизации скинов. Посмотрите внимательно. В игре был создан дизайн уровней, то есть 3D-фон, чтобы дать лучшее представление о том, как наши скины будут выглядеть в игровой среде. Этот фон можно будет переключать. Игроки также смогут переключать анимацию любых видов динозавров, даже тех, которые могут летать. Также разработчики тестировали очень огромный выбор цветов на новых динозаврах. Вот несколько примеров. Давайте взглянем на них. Субтитры создавал DimaTorzok Как я многим и обещал. Кстати, давайте посмотрим на рост гипсилофадона. Выпуск и разработка нового обновления 5 немножко была затянута в связи с событиями, так как команда разработчиков в начале месяца потеряла, к сожалению, бывшего коллегу Брэндона Ганди. Кто помнит, это был позор. Но собравшись силами, команда принялась в дальнейшем за разработку игры. Ну что же, друзья, надеюсь, данный выпуск новостей вам понравился. В скором времени мы с вами побываем на тестах. Ну а чтобы этого не пропустить, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал, нажми колокольчик. Всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Пока-пока.